Дорогие друзья, сегодня я продолжаю фэшн тему и мой рассказ будет о одежде, аксессуарах и обуви, все то, что появилось у меня нового представления сезона. Вы наверно заметили, что таких видео на моем канале стало больше и только потому, что вы проявляете к ним интерес, они всегда хорошо просматриваются, они всегда собирают много комментариев, я получаю какие-то сообщения, то есть такие видео имеют ваш отзыв и это самое главное, поэтому эту тему я буду продолжать на своем канале. Отмена сезона практически всегда ассоциируется у меня с новой сумкой, в этот раз у меня появилась вот такая маленькая сумочка, это сумочка Clutch от US и покупала я его на сайте LaModa, у нас, к сожалению, такие марки не представлены и, слава богу, есть интернет-магазины. У меня есть большая сумка и мне нужен был такой компактный вариант, потому что не всегда с подъемной сумкой мне комфортно, не всегда мне с ней удобно, потому что бывают случаи, когда мне нужно взять только телефон, кошелек, возможно, ключи, больше ничего не надо и достать за собой сумку, опять же, скажу, мне не очень удобно. Этот Clutch привлек мое внимание в первую очередь из-за размера, потому что этот средний размер, будь он меньше или больше, меня бы это уже не устроило. Вот такой размер идеален, сюда входит все, что я выше перечислила, все, что мне необходимо, очень удобно держать в руке и стиль мне очень понравился, не какой-то там праздничный вычурный, а такой стиль casual, который подойдет, в принципе, под любой мой наряд и смотреться будет всегда уместно. Если бы это был просто черный, наверное, тоже бы я его не выбрала, хотя я хотела все-таки такой более универсальный вариант, каким является все-таки черный цвет, но вот эта вставочка, наверное, и некие украшения делают его, ну, не совсем скучно, поэтому очень довольна покупка, отличная кожа, хорошо все сшито и, по-моему, здорово выглядит. Следующая новинка из аксессуаров – это новые часы. Те, кто следит за мной в Инстаграм, я выкладывала вам фотографии, это мои новые любимцы. В своем городе, к сожалению, мне ничего выбрать не удалось, и, опять же, интернет-магазины нам в помощь. Вот такой замечательный у них чехол, это часы от Рока Барокко. Я давно себе искала часы золотистого цвета, потому что мои любимые часики, они все эти металлик, и они не всегда подходят под мои украшения. Смешивать золото с серебром, то есть золото, золотистый цвет с металлическим, я не люблю. Я считаю, что все должно все-таки гармонично смотреться, хотя, насколько я знаю, в современных тенденциях это вполне уместно. Вот, поэтому золотистые часики я тебе искала, и я выбрала вот такой вариант от Рока Барока. Это достаточно массивные, назовем так, часы, достаточно большие, но и на этим они мне и приглянулись, и я считаю, что смотрятся они очень сильно. Эти часы кварцевые, корпус и браслет выполнен из стали с золотой, и стиферблаты крашен маленькими кристалликами сваротки, которые практически не видно, и мне это очень тоже понравилось. Вроде бы украшения есть, но они, что называется, в меру, и они очень элегантно, на мой взгляд, смотрятся. Кстати, стрелочки у часов люминесцентные, и они подсвечиваются в темноте, это, конечно, очень удобно. Ну, и еще хочу отметить, что, конечно же, на часы есть гарантия, один год от производителя и один год от магазина All Time, где я их заказывала. Ну что ж, идем дальше, дальше о обуви. В принципе, в этом сезоне у меня не было необходимости что-то себе покупать, обуви и так достаточно много, но только в одной покупке я себе отказать не могла, и это были вот такие ботильоны или туфли, или что-то между ботильонами и туфлями. Вот такая обувь, которая тоже была заказана на сайте Ла Мода, но и отказаться от них я не смогла, потому что они показались мне очень удобны в плане моделей, когда туфли надевать уже холодно, а ботильоны, там, сапоги вроде как еще тоже не время, тогда вот такой гибрид, ну, по-моему, будет очень удобно, по крайней мере, мне точно удобно. В основном ношу их под джинсы, эта модель, но, в принципе, под джинсы тоже не плохо смотрятся, но как-то вот под брюки и джинсы нравятся мне больше. Кожа здесь не натуральная, меня, кстати, как-то спрашивали о том, принципиально ли для меня натуральная обувь, могу сказать, что нет. Для меня главное, чтобы модель выглядела хорошо, чтобы сама обувь выглядела хорошо, качество было сшито, чтобы мне в ней было удобно. Ну, вот, откровенно, совсем не тешевую обувь я тоже никогда не покупаю. Обувь все-таки должна выглядеть хорошо, из чего она сделана, для меня это уже вторично. Что касается модели, очень интересное решение в виде вот такого замочка тоже. Такие милые украшалочки, они в обуви, конечно, необходимы, особенно если учесть, что она черного цвета. Очень удобная модель, очень в ней комфортно, нога не устает, хотя достаточно высокий каблук, но вот эта часть, она широкая, не узкая, именно поэтому я так комфортно себя чувствую. Ну что ж, идем дальше, теперь мой рассказ будет о одежде, и я вам уже не раз говорила о том, что все-таки больше тягафей к джинсам, к брюкам, но тут совершенно неожиданно произошла такая ситуация. Мой муж, который, в принципе, не особо обращает внимание, что она мне надета, в том плане, что ему всегда все нравится, и о чем его не спросить, все красиво, все замечательно, все хорошо. Ну вот тут он мне совершенно неожиданно задал вопрос и сказал, Танюша, а почему ты так мало носишь платья и юбки? И в тот момент я поняла, что пришла пора что-то менять, потому что если уже мой мужчина обратил на это внимание, то значит надо все-таки как-то переключаться, наверное, на более женственный, что ли, стиль. Поэтому в этом году юбок и платьев в моем гардеробе стало значительно больше, чем раньше. Они, конечно, не заменили мне джинсы, но это уже для меня прогресс. Итак, у меня появилась новая, замечательная, очень-очень красивая юбка, которую я заказывала на сайте КупиВип, и я вам уже о нем рассказывала. Это сайт, который продает одежду известных брендов, хороших марок, но с хорошими скидками. Итак, вот такая замечательная юбка из лискозы, лискоза и пресса. Она очень такой красивой, на мой взгляд, модной сейчас длины, и именно поэтому она меня привлекла, в первую очередь цвет, во вторую очередь сама модель. Кстати, вот эта модель способна скрыть, назовем это так, круглые бедра, такие не мальчишеские бедра, обладательницей которых я, кстати, являюсь. И вот эта вот трапециевидная модель очень хорошо скрывает. Ну и длина такой юбки, по-моему, тоже подойдет девушкам, женщинам, которые, ну, не рискуют, скажем так, носить мини, или мини, или не совсем уместно смотрят, как, к примеру, на мини. Поэтому замечательная, очень красивая юбка, обладательницей которой я стала, она мне очень нравится, и как она на мне выглядит, и сама по себе качество отличное, просто супер. Я носила ее, когда было еще значительно тепло, и сейчас еще, в принципе, у нас более-менее тепло, и также планирую ее носить, когда у нас похолодает, потому что отлично она будет смотреться с колготочками и ботиренами, или сапожками, неважно, что там я под нее надену, также сверху можно надеть куртку, и будет просто супер. Ну, еще одно новое мое платье, раз уж мы о платьях заговорили, оно вот так выглядит, это осеннее платье из шифона, оно совершенно-совершенно простое, и по стилистике, и сама ткань, скажем так, рисунок не особо выдающийся, и вот здесь у города тоже все закрыто, все достаточно строго, но это платье мне показалось настолько женственным, настолько, оно даже где-то аля, наверное, 80-е, и по длине, наверное, и по самой модели, но мне почему-то оно очень понравилось. Оно действительно хорошо женственно смотрится. Носила его в начале сентября, и, в принципе, сейчас тоже планирую его носить, потому что с курточкой и ботиренами, или сапожками это платье тоже отлично сложится, поэтому, когда я заказывала, в принципе, я и думала о том, что когда похолодает, я тоже найду ему применение, а в любом случае еще одно новое платье в моем гардеробе, это здорово. А еще одна новая вещь, которая мне очень полюбилась в последнее время, это вот такая яркая блузка, вы могли ее видеть в моих видео, и, в принципе, в Инстаграм я тоже выкладывала фотографии. Вообще, вот это сочетание красного, черного и белого, это, конечно, всегда очень-очень красиво, да и вообще яркие цвета, я считаю, мне очень идут. Здесь блузка выполнена из очень тонкого шифона, и вот эти вставки красные, они из кожи, очень стильная вещь, очень нам не нравится, можно ее надеть и под юбку, если заправить вовнутрь, можно и с брючками, как, в принципе, я ее и надевала. На мой взгляд, очень классная, стильная вещь. Еще одна новая вещь, которая мне тоже в последнее время полюбилась, это вот такая блузка, то ли кофта, как ее правильно назвать, она мне понравилась тем, что имеет три вида ткани, то есть сама основа достаточно простая, наверное, это все-таки хлопок какой-то, но в то же время здесь добавлены кружево и сетка, и вот вместе это створится очень интересно. Единственное, что я почему-то, не знаю почему, доказала размер M, и эта косточка мне великовато по талии. Хотя я заказывала, теперь вспоминаю, почему я заказала M, мне не хотелось, чтобы она слишком такая была в обтяжку, но оказалось, что S вполне бы было достаточно. Вот, она свободноватая, но, в принципе, это ее не портит, потому что, действительно, на мой взгляд, интересный вариант. Также я хочу вам рассказать о очень красивой юбке, которую мы заказали для моей дочери, но, к сожалению, я отсняла кадры для того, чтобы показать вам, и уже эту вещь дочери отдала, она ее забрала, она ее благополучно носит, но о кадре я совершенно случайно удалила. Поэтому я вам покажу на фотографии. Эта юбка кружевная, очень-очень красивая, часть юбки закрыта, а часть вот такая прозрачная, назовем ее. Очень красиво, стильно смотрится, очень нарядно, поэтому обязательно в ней посмотрите. Ну и напоследок немного о верхней одежде, которую я заказывала. Против недавно мы заказали классную куртку для моей дочери, я вам об этом рассказывала. Если вы это видео не видели, то обязательно пройдите, вот здесь по ссылочке посмотрите. И этот опыт оказался очень удачным, куртка была отличного качества, потому что, конечно же, заказывать было страшновато, непонятно, как она будет выглядеть на самом деле. Поэтому и второй опыт, опять же, удался. Я заказала куртку для себя, она вот такого серого цвета. На сайте, правда, в интернет-магазине она выглядела такая больше бежевая, но в любом случае я хотела светлую куртку, потому что темная у меня есть, и я хотела именно курточку очень изящную, очень маленькую, такую аккуратную, которую я могла бы надевать вот сейчас, когда еще не совсем холодно. Такая тонкая куртка-ветровка под платье, я не знаю, под джинсы, под все что угодно. Кошка, конечно же, не натуральная, но выглядит куртка очень хорошо, потому что, понятное дело, если она выглядела плохо, я бы ее не надела. Вот, и в любом случае такие вещи, такие курточки в нашем городе стоят значительно дороже. Ну и последняя вещь на сегодня, тоже очень часто сейчас ее ношу, это вот такой бежевый тренч с синими вставками. Наверное, если бы он был просто бежевый, это было бы все-таки скучновато, вот эти синие вставки делать его поярче. Вообще, такие модели мне очень нравятся, сшито все очень аккуратно по фигурке, сидит все это очень красиво. И сейчас, конечно же, самое время для таких вещей. Он тоненький, но при этом ткань достаточно хорошо защищается от ветра. Как раз впереди, на сентября, самое время для таких вещей. Очень удобно, очень стильно и, на мой взгляд, красиво. Ну что ж, на сегодня это все. Я благодарю всех самых терпеливых, кто досмотрел это видео до конца. Конечно же, все ссылки и размеры вы найдете под видео. А я всегда рада вас видеть в Инстаграм, в своих специальных сетях, конечно же, на своем канале. И о том, как меня найти, тоже информация под видео. Сейчас я с вами прощаюсь. До встречи на моем канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»